Слава Владимирович, председатель Думы, Танахина, Длина и Игорьевна. Как готовились? Когда сказали, что специалисты уже сложно что-то добавить. А мне бы хотелось поблагодарить всех, кто сегодня приехал, кто еще приедет, кто приезжает постоянно. Вот в такие дни в городе Алапайск, потому что сегодня уникальная ситуация. Мы в уникальном месте, в уникальное время. День именин Петряча Чайковского. Уникальное место, где он жил, где может быть сформировалось первозрение, начальник детский субтитров. Ну и то, что сегодня здесь столько посетителей, столько прессы, но это еще, то, что началось с Владимировичем, даст возможность людям больше узнать о Алапайске и еще больше сюда привлеческа. Субтитров, музыки, просто неравнодушных людей. Всем за это спасибо. Алапайск в городе, что здесь живет в этом мире. Вы знаете, я только хотела сказать, что меня гордость просто распирает. Вот я стою здесь и я благодарна судьбе, что я, во-первых, родилась в Алапайске и живу здесь всю жизнь. И уезжала только учиться из города. А во-вторых, я благодарна тем, что появились такие в моей жизни замечательные люди, которые делают имя моему городу. И этот бренд Чайковский ближе, чем ты думаешь. Это и есть тот символ, которым сегодня мы живем. Пользуясь случаем, я с удовольствием приглашаю всех вас на царские дни, которые пройдут в нашем городе. С 17 по 19 июля, когда мы будем говорить еще об одном замечательном человеке, о святом человеке, великой княгине Елизавете Федоровне. А вообще Чайковский, конечно, это имя, которое заставляет нас по-иному посмотреть на то, где мы живем. На нашу природу, на наш музей, на тех людей, кто его делал, на тех, кто поддерживает Наталье Константиновне. Дай Бог здоровья всем вам и вашим работникам. И я, конечно, уверена, будущее в городе есть, потому что есть великие корни великой культуры. Спасибо вам всем. Спасибо министру, спасибо Наталье Константиновне, спасибо филармонии. Теперь мы дружим уже вот, ну не знаю, сильно-сильно. Коллеги, важная часть фестиваля сохранения вещественной памяти о Чайковском. И у нас сегодня присутствует Наталья Константиновна Ветрова, генеральный директор Краевического музея, филиалом которого является дом музея Чайковского. Наталья Константиновна. Спасибо. Я прежде всего хотела бы отметить, уважаемые коллеги, что вот этот дом, на самом деле, один из немногих полностью сохранившихся, во-первых, оригинальных домов, и которые сохранили именно свое предназначение. Мы знаем там бывший дом купца золотопромышленника там или еще кого-то. Вот это один из немногих по-настоящему таких оригинальных памятников. Это первое. Второе. Мне кажется, что вот наш сегодняшний фестиваль и праздники, которые будут впереди, связаны еще в значительной степени с тем, что Урал – это промышленный край. Потому что, вообще-то, Илья Петрович сначала сюда приехал в Чайковский, отец, и был управляющим Алапаевских заводов. И вот этот бренд, он до сих пор тоже жив. Это очень важно. И вот благодаря этому и развивается, в общем, у нас в том числе и память, конечно, о Петре Ильиче Чайковскому, хотя это просто величайший композитор. И третье, что бы я хотела отметить, это первый наш крупный совместный проект с Государственной академической филармонией. И я здесь очень признательна коллегам из Министерства культуры, потому что на будущий год юбилей, мы с вами знаем, выделены средства на благоустройство. И мы очень надеемся, что вот с Станиславом Владимировичем говорили, что успеем все-таки к зиме это благоустройство сделать. А наш совместный проект и фестиваль этот, это вообще просто удивительное мероприятие, которое позволит еще больше расширить представление и о нашем крае, и о Петре Ильиче Чайковском, хотя уже достаточно это имя известно, и приобретет какое-то международное замечание. Спасибо огромное.